Из истории про собак в историю о людях. Напомним, на прошлой неделе мы рассказали, как уже не один год три собаки, живущие у Иваново-Стата, не дают покоя жителям дома номер 25 по улице Батурина. Псы даже покусали женщину. Сотрудники Иваново-Стата ведут себя неоднозначно. Говорят, что собаки не их и полноценно содержать животных, то есть выгуливать на поводках, не готовы. Несмотря на это, основное место обитания четвероногих именно территория Иваново-Стата. На понедельник обеспокоенные жильцы записались на личный прием к руководителю службы статистики Светлане Клюзиной. Записали и журналистов, но нас не пустили. Нет, она не хочет вообще с вами общаться. Заранее надо было хотя бы ей позвонить, переговорить. Мы записывались вот как она. Я уже известно, вот такая запись. Это не личный вопрос корреспондента. А кто ж спорит? Конечно, вопрос не личный, а очень даже общественный. Ведь покусать собаки могут кого угодно. Они были записаны как положено, загодя на приемное число? Нет, они не были записаны. На приемное как так? Это что? Она сказала по личному вопросу корреспонденту. А почему меня отфотографируете? Вы меня разрешение спросили? Да, это как положено. Молодой человек, вообще-то вам разрешили здесь что-то делать? Михаил Александрович, пожалуйста. Нарушая все мыслимые и немыслимые права средств массовой информации, к личному приему руководитель Иваново Стата нас и журналист Анну Семенову не допустила. Но вышла и пояснила свою позицию. Подкармливают и жители домов, и турист, и некоторые наши сотрудники тоже. И согласитесь, что проявить жалость к собаке, это вообще-то нормально по-человечески. Мы, как администрация, не раз уже пытались решать, не раз обращались в городскую администрацию, в управление благоустройства. И в частности, последний раз в январе месяце получили от 31 января ответ о том, что по заключению муниципального контракта на проведение работ по отлову и содержанию животных, в первую очередь эти работы будут проходить на этой территории. Светлана Клюзина заблуждается. Собак кастрируют и вернут в прежнюю среду обитания. Но эти животные не способны к продолжению рода. Все необходимые процедуры уже проведены, а значит и мэрия бессильна. Наш телеканал попросил приют ЗОО 37 взять собак к себе. Несмотря на то, что питомник переполнен, нам не отказали. Теперь статистика и жители совместно должны организовать транспортировку псов. Что делать будем? Приют все-таки определять или ждать пока администрация? Сначала, во-первых, ждать все равно, потому что проблема не решается быстро. Но если нам удастся куда-то пристроить, а мне уже, кстати, сегодня сказали, что двух собак, кажется, кто-то пообещал. Я вот буду выяснять, куда и кто. Конечно, мы в первую очередь пристроим. А уж если не получится, то администрация от помощи и от функции администрации, мы, конечно, не откажемся. Это их компетенция. Жильцы дома напротив встречи с руководством остались недовольны. Четко сроков нет. Обещают содействие, но конкретики никакой. Будем надеяться. Дали телефон юриста Козлова Дмитрия Станиславовича. Сказали, что он будет, но на месте его нет. Все представители статистики, которые участвовали в прошлой встрече, все взяли отгулы. Никого нет. В кабинет к руководителю никто не поднялся. Руководитель говорит, что она не может совладать с сотрудниками. Если в ближайшее время собаки не будут отправлены в приют или в новые семьи, жильцы Батурина 25 отправятся к вышестоящему, федеральному руководству службы статистики и в надзорные органы. Они готовы взять на себя затраты по транспортировке и обеспечить содержание хвостатых. Получается, что от собаколюбивых статистов требуется самый минимум – не мешать и не препятствовать. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.